Привет всем! Вторая часть сезона поступила в продаже в Европе. Киндер сюрприза 23-24 года. Это коллекция Холодное сердце 2 в розовых киндерах. Сегодня 36 киндеров. Да, всю упаковку распакуем. Вот такая вот классная у нас упаковочка. Apple A. Do, Ice Königin. Ну, видели мы уже, какие игрушки будут в этой коллекции. В Диораме недавно у нас выходил обзор на обе коллекции второй части сезона. Это будут Миньоны в космосе и Холодное сердце 2. Ну, вот посмотрим. В каждом седьмом сюрпризе у нас посмотрим, сколько у нас киндеров попадется в упаковке. Да, вот была запакована упаковка. Посмотрим, сколько в итоге нам коллекционных игрушек в нее положили. Итак, надеюсь, что все-таки больше. До этого у нас было много роликов, где мы распаковывали киндеры. И где-то примерно в каждом четвертом у нас была коллекционная игрушка. Ну, посмотрим, что у нас сегодня получится. На новую сборку тоже интересно посмотреть. Очень классная она в этом сезоне. Видели мы уже и в обычной киндерах сборку. Недавно распаковывали и в розовый киндерах. Ну, посмотрим. Посмотрим, может быть, нам какая-то новая сборка тоже попадется. Итак, первый киндер открываем. Тут у нас не коллекционная сборка. И, похоже, тоже какая-то новая. Так, такое еще я не видел. Да, в этой новый сезон. Такого типа у нас еще, по-моему, не попадалась сборка. Так, много разных бумажек у нас. Так, кто это у нас такой? Какой-то непонятный чудик с множеством бумажечек, которые... Так, QR-код, кто сканирует для Apple. Держите. Да, бумажки не люблю я, но здорово, что, по крайней мере, попалась какая-то новая сборка, которой еще не было. Такая достаточно простенькая. Понятное дело, человекик, на которое можно бумажки нацепить. Ну, так себе, сборка, да, совсем не самая лучшая, далеко не самая лучшая. Видели мы в этом сезоне намного лучше сборки. Так, ну, продолжим. Много сегодня нам киндеров предстоит распаковать. Надеюсь, все-таки коллекционных игрушек нам тоже попадется. Не одна. Открываем следующий. О, еще как хрустит. И тоже сборка. Так, чуть раньше у нас появились киндеры эти продажи, чем обычно. Обычно в вторая сезон в конце ноября, начале декабря выходит. Вау, смотри, какая-то классная сборка. Такого у нас тоже еще не было. У нас явно киндер положил много новой сборки в розовые киндеры. Да, так же, как и в обычных киндерах белых у нас очень много новых сбора попадается. Но скоро будем собирать вторую коллекцию миньонов и увидим. Так, у нас такая вот симпатичная девочка, у которой заколка для волос, она же и кольцом является. Вот так. Раньше у нас киндер просто кольца засовывал, такие простенькие, как игрушки. Теперь у нас, смотрите, какая симпатичная коллекционная игрушка. Да, не коллекционная, а просто сборка. Но очень красиво получилось. Она вообще в этом сезоне, киндер, молодец. Ну и еще вот такое вот кольцо, которое можно... Заколка, да, волосы у фигурки. И можно просто использовать тоже как кольцо. Вот такая вот у нас красота. Очень классно получилась фигурка. Здорово, что заколка, она же и колечком является, и можно ее надеть на голову. В общем, молодцы. Киндер, ВТ, тоже новый сезон. Ну, здесь у нас, надеюсь, все-таки повторок будет мало или вообще не будет. Будут только новые сезоны сборки. Ух ты, что я открыть не могу. Да. Итак, снова сборка. Ну что ж, третий киндер. По старым нашим распаковкам где-то в каждом четвертом была. Коллекционная игрушка в розовых киндерах. Да и в белых тоже. Но вот киндер пишет каждый в седьмом. И так, снова что-то новенькое. Снова что-то новенькое. Снова в этой прям очень-очень много новой сборки у нас появилось. Кто это такой? Такой какой-то симпатичный зверек. Не знаю, кто это. Розовый медвежонок. И тоже он классно как получился. Гляньте. Такой красивый. Вообще киндер-молодцы. В следующем году нас ждет юбилейный сезон. А, тут у нас, смотрите, еще механизм. Есть юбилейный сезон. 50 лет аж исполнится для сюрприза. И надеюсь, что-то нам особенно подготовит. Классную коллекцию. Да, может быть, со старыми киндерами, с гемотиками, львятами. Не знаю, как это будет. Например, в 40-летний юбилей была такая специальная коллекция со старыми добрыми коллекционными игрушками. Ну, посмотрим, что будет в этом раз. В следующем году уже узнаем, в новом сезоне. Может быть, на нашем канале даже чуть раньше мы увидим коллекции, которые выйдут в следующем августе-сентябре. И вот такая у нас классная тоже, смотрите, сборка. Да, очень симпатичная. Мне кажется, очень симпатичная. Крылышками шевелит. Такой-то, какой-то котенок, скорее, да, с крылышкой. И так, непонятно, почему у него уши дырявые. Ну, вот, такой вот смешной, смешная такая вот сборка у нас попадает. И так, все-таки ждем коллекционную игрушку. Сейчас как раз четвертый у нас киндер. И четвертый киндер. Может быть, здесь? Нет, снова, снова сборка. Но такая классная сборка тоже неплохо. Посмотреть ее обязательно когда-нибудь соберем всю коллекцию. Ну, а сейчас посмотрим сборку. Снова что-то новое. Смотрите, пока что вот четвертый киндер и ни одной еще не было у нас такого типа игрушек. В предыдущих роликах, в предыдущих распаковках, когда мы собирали коллекцию Disney 100 лет. Что это такое? Такой домик с колечком. Вау, очень симпатичный. Да, чем-то напомнил домик с мышатами. Старый домик QR-код. Да, и вот такой вот очень классный домик. Ну, что ж, красота, да и только. Вот такой вот у нас домик, который является шкатулкой для холенения колечком. И тоже очень необычная, да, очень необычная сборка попадается у нас. Так, четвертая сборка уже новая и прям прям супер-супер. Посмотрим, да, что нас еще ждет сегодня. Так, ну пятый киндер уже должен попасться коллекцион. Должна под коллекционной игрушка. Нет, капсула у нас снова светлая. Так, открываем. О, здесь у нас как будто бы на Тунзи. Нет, это динозавры. Да, классный динозавр. Очень много динозавров в этом сезоне. Еще один плюс этого сезона. Разного вида у нас и машинки с динозаврами. И разные динозавры в данном случае, да, такой, кто это, гигантозавр, наверное, который у нас шевелит во все стороны головой, хвостом. Ну, у нас уже похожий был Терекс. По-моему, именно этого у нас серого еще не было. Так, давайте его соберем. Такая вот у нас здесь красота. Да, гигантозавр, он тут по-разному у нас шевелит головой. Очень классный. По-моему, именно такого у нас не было. Ну и здорово, что в розовый киндер у нас динозавров тоже ложат, поскольку, да, если думать, что розовый киндер это более девчач, то все равно, почему нет. Динозавров любят все. И так, продолжим. Следующий киндер, но вот все равно, жалко, что пока что ни одной коллекционной игрушки не попалось. Холодное сердце 2, 8 игрушек в коллекции и одни сборки. Одни сборки пока что у нас закладка. Но здорово, что все новые сборки у нас попадаются. Но пока что прямо одна лучше другой. И вот она, второй динозавр, коричневый, с этой же серии. Так, мы сразу же, смотрите, в одном выпуске всю коллекцию соберем. Ну, не знаю, сколько их коллекций. Раньше у нас было по две игрушки коллекции, все предыдущие, там, не знаю, лет 10. До теперь у нас в некоторой коллекции вот одной сборки здесь 5 игрушек точно известно. Такой по типу на Тунс была у нас тоже поначалу, попадалось часто. Сейчас реже. Так, у нас второй представитель от коллекции. И тоже очень классно. Очень классно. И несмотря на то, что только по сути цветом отличается, но все равно, все равно. Прикольная идея. Молодцы, киндер. Это прям действительно такая свежая идея в этом году с этими динозаврами. Итак, первая палетка у нас скоро уже к концу подойдется. Никак коллекционной игрушки нам не попалось. И пока что, да, пока что дальше не попадается. Так, ну, продолжим смотреть на нашу новую сборку. Ух ты, это еще что такое у нас за крокодил тут попадается. Снова что-то новое. А, вот этот крокодил, который я думал, что 5 игрушек. Как будто, может, их не 5. Мне кажется, крокодила не было у нас. Ну, в любом случае, у меня только 4 попалось. Видела я, что есть еще одна пятая. Может, как раз это крокодилы было. Вот они, собственно, эти новые сборки. Можно сказать, как на Tunes, да, на которых нужно много вот таких красивых наклеечек наклеить. Но, кстати, крокодила, по-моему, у меня и не было. Так что, может, всю коллекцию и собрал в итоге. Ну, согласитесь, что сборка в этом году намного, намного лучше той, что была в предыдущие годы. Тиндер прям явно сделал какой-то шаг вперед со сборкой. Симпатичный крокодильчик попадается у нас. И можно вот его наклейками весь расклеить. Не было у нас еще его, насколько я помню. Но вот 5 точно известных игрушек в этой сборке в сезоне 23-24. Итак, есть еще один крокодильчик у нас. Идем дальше. Все-таки... Так, QR-код. QR-код. Так, надеюсь, что все-таки попадется нам, наконец-то, первая коллекционная игрушка. Да, вот она. Супер. Итак, Rosen 2, наконец-то. В итоге у нас в каком? Седьмом уповалось, да? Нет, даже в восьмом. Ого, первая коллекционная игрушка. Ну, посмотрим, как будет дальше. Итак, Олаф попадается. Ну что, что смотрел обзор Диорамы? Тот видел, что у нас здесь небольшое разочарование. Так же, как это было с Вонкой коллекцией. Да, после супер-классной коллекции Disney 100 у нас здесь Kinder выпустил коллекцию Холодного сердца 2. Но, посмотрите, здесь только две новые игрушки. Есть даже... Сколько там было? Сборок несколько, которые тоже, как бы, в коллекции отнесли. А некоторые игрушки просто старые. Вот, например, как Олаф, да, Витя, ВУ-336. Это не ВТ новый сезон. А новый сезон у нас, по сути, только Анна и Эльза. Да. Ну, в общем, Kinder сэкономил на этой коллекции. Сэкономил и, да, сделал такую непонятную сборку с новых старых игрушек. В Диораме, кто-то, я не помню, был Олаф в снегу или они все-таки немножко, немножко модифицировали игрушку. Надо посмотреть, как были в прошлой коллекции. Выглядели так. В любом случае, я его неправильно собрал. Тем не менее, первая коллекционная игрушка в новой коллекции Холодное сердце 2 нам попадается, наконец-то. Надеюсь, их будет больше. Да, вот такой у нас QR-код. Вкладыш. Ну, вот, повторюсь, Анна и Эльза у нас только две этих игрушки, действительно, полностью новые. Так, посмотрим. Надеюсь, еще нам попадется в первой по листке. Парочка коллекционных игрушек. Но нет, пока что сборка. Возможно, действительно, сегодня у нас 36 киндеров. Из 36, сколько у нас попадется коллекционных? Интересно. Да, если верить киндеру в каждом седьмом, это значит 5 должно попасться. Ну, 5 тоже неплохо, если они будут не повторками. Так, у нас тут какой-то браслет, амулет. Тоже такого еще не было. Можно и на руку повесить. Можно ведь кольцо в него спрятать. Можно просто на рюкзак повесить. Очень такая универсальная какая-то игрушка. Так, вот такая у нас сборка. Смотрите, можно наклеить лепесточки на этот цветочек. И в нем, смотрите, у нас как можно его повесить куда-нибудь на рюкзак и хранить в нем кольцо, которое одеть потом на палец. Ну, конечно, на этой игрушке они сэкономили больше. Может быть, чтобы сделать такую красивую фигурку девочки тоже с кольцом. Ну, вот еще одна версия у нас игрушки с кольцом. Тоже новая. Но, в принципе, да. В принципе, неплохая игрушка. Почему бы нет? Итак, следующий открываем киндер. И здесь у нас снова нетемная капсула. Снова сборка. И посмотрим. Так, первая повторка. Крокодил попадается. Первая повторка. Или кто это? Крокодил. Это да, крокодил. Или нет. Может быть, какая-то ящерица. Неправильно, может быть, я сказал. В любом случае, первая повторка у нас на сегодня попадается. Следующий открываем киндер. Так, наконец-то коллекционная игрушка. Здорово. Вторая коллекционная игрушка. И посмотрим, может быть, попадется кто-то из Анны или Эльзы. Да, супер. Вот они, самые, собственно, редкие игрушки. Это у нас и есть Анна. Супер, супер, супер. Наконец-то попадается у нас новая игрушка. И вот, действительно, они две и есть представители. Так, новая коллекция. ВТ-429. QR-код. Держите. Анна. Ну, вот Эльза мне в диораме показалась очень классно прорисована. Анна показалась не так хорошо прорисована. Хотя, вот сейчас, вживую, поближе, кажется, что Анна, да, не так, в принципе, ну, не похожа на себя, да, согласитесь. Нет, не похожа. Конечно, не та коллекция Disney 100, где прям супер классные фигурки получились. Анна не похожа на себя совсем, мне кажется, и, да, так же, как в диораме, и, так, здесь они немножко-немножко ее не доделали. Хотя, Эльза получилась классно. Единственное, если сегодня попадется, увидим, надеюсь, что все-таки попадется, надеюсь, вообще мы сегодня всю коллекцию соберем, но это прям такие мечты-мечты. Следующий открываем Kinder, последний у нас в первой палетке, и, так, здесь у нас сборка, ну, что ж, в итоге 2 из 12, в каждом шестом у нас первая палетка закончилась. Еще у нас 2 есть. Так, это у нас наш принтер, да, который был в прошлом году, только как будто бы другого цвета. Видели мы похожие игрушки, уже похожего типа, намочить водой, но они были действительно новыми. А здесь у нас нет VDA, это просто, видите, новый вкладыш, старый принтер, но в другом цветовом варианте, поэтому у нас звуковка A есть. Тоже, в принципе, да, игрушка с нового сезона. А куда наш принтер, ну, вот, в отличие от нового типа таких игрушек, которых вообще не видно, что у нас изображено до бумажки, пока не намочишь их. Здесь у нас видно, да, что у нас изображено, но видели мы тут уже принтер, сканер, кто это, не знаю. До этого вообще идея была классная, ну, вот, и такое свежее цветовое решение у нас в этот раз. Итак, следующую палетку берем, вторую. Так, снова у нас 12 киндер сюрпризов, и посмотрим, так, посмотрим, сколько у нас во второй палетке пойдет с коллекционных, и здорово, начинаем сразу же позитивно с коллекционной игрушки и неповторки. Да, ну, вот, видите, здесь наш киндер решил в коллекцию несколько сборок добавить, к сожалению, к сожалению. Видели мы в видеораме, но, да, считаются они, считаются они коллекционными игрушками. Также мы видели, например, коллекция вонка, где то же самое, как и в прозвом, только две коллекционных игрушки. Ну, вот такое колечко у нас здесь, колечко может более чуть качественно сделано, что ли поплотнее. С одной стороны Анна, с другой Эльза, и, да, видите, можно менять картинку. Ну, идея, в принципе, неплохая. В той же вонка были несколько неплохих идей, прям, не видела таких сборок, действительно, что-то свежее. И тут у нас тоже вот такая идея, видите, с перевертывшим картинкой, колечко, наверняка будут сборки, потом такие же. Но вот в данном случае у нас коллекционная игрушка, поскольку после вонки тоже были сборки, вышли, с похожими механизмами, как натирать, например, рукой на картинку, чтобы она появлялась. Так, как она здесь у нас вставляется. Да, и посмотрите, еще какая штука. У нас написано, что можно отсканировать прям вот эту, да, эту картинку. До этого было? Так, нет, до этого тоже самое было, да. Можно отсканировать фигурку приложениями, когда без сквер-кода, наверное, загрузится в плейду. Так, ну что ж, третья коллекционная игрушка, тем не менее, там, сами видите, похуже, чем предыдущие две, но что поделать. Следующий открываем Tinder. Так, здесь у нас сборка. Три из восьми есть. Может поведет, еще попадет. Так, кто это у нас здесь? О, тут у нас какой-то уже механизм. Не механизм, тряпичный какой-то элемент. Так, что это у нас такое? Вау, какая классная фигурка. Сложная, да, которая у нас из цветка вылазит. Видите, тут прям все равно, Kinder в этом сезоне много-много разных идей. Пытается сделать красивые сборки. Пытается уйти от критики, которые все время, да, все время приходят на тему сборок новых, которые, да, не такие классные, как раньше. Ну, вот были похожие игрушки раньше. Посмотрим, как это получилось. Но много тут Kinder добавил. И фигурку, и тряпичный элемент, и цветочек. Да, можно видеть по картинке закрытие, например, этими тряпичными крылышками, чтобы никто не видел фигурку. Или открыть вот так вот, да, чтобы она сидела в цветочке. Ну что ж, супер, супер, вместе вот со второй девочкой хорошие, хорошие игрушки. Очень прям такие, да, много всего в их Kinder попытался добавить. Так, идем дальше и следующее открываем Kinder. Так, и четвертая коллекционная игрушка, надеюсь, не повторка. Посмотрим, открываем, и здесь у нас нет, к сожалению, снова улов. Вот, да, ну вот, две у нас уже попалось у второй палетки, неплохо, плохо, что, да, что повторка. К сожалению, повторка. Повторки давайте назад будем класть. Идем сразу же дальше. Четвертая коллекционная, но повторка. Ух ты, снова коллекционная, класс. Как мне нравится распаковывать. И Эльза, класс. Нет, Анна, да. Ну ладно, Анна, не обижайся. Жалко, что повторки. Да, еще одна коллекционная, но снова, снова, снова повторка. Хотя пятая уже, смотрите, игрушка. Жалко, 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 жалко. Идем дальше. Может сейчас прям пойдет одна за одной. И, наконец, попадется не повторка. Да, ух ты, вот это у нас удача пошла. Так, удача, но нет, снова кольцо. Смотрите, прям один в один повторилась предыдущая палетка. Просто один в один. Так, смотрите, кстати, обратил внимание, что все в итоге коллекционные были те, которые слева лежали. Не знаю, это случайность или закономерность, но все слева лежащие были четыре коллекционные. Так, кто-то не обратил внимания, как было в прошлой палетке. Ну, еще одна у нас есть. Попробуем ее тоже открыть. Посмотреть, может, у них тоже такая будет история, что все слева лежащие коллекционные. Так, тем не менее, отметим для себя этот момент, несмотря на то, что все повторками оказались. Так, здесь у нас снова девочка-цветочек, только другая. Вау, класс, с темными волосами. Да, с темными волосами. И это вторая игрушка с этой коллекции. Вот она, да, девочка-цветочек, только уже чуть другая, темнокожая, темноволосая. Ну, что ж, здорово. Ну, а сколько их всего, как будто бы еще одна есть. Есть у нас вторая игрушка с этой коллекции. Здорово. Вот и симпатичные такие вот, не знаю, девочки в цветочках. И вместе давайте как-нибудь так поставим рядышком. Так, жалко, конечно, что у нас много так повторок коллекционных. Так, ну, может быть, еще попадется. Именно второй палетки у нас сколько? Три попалось в коллекционных уже. А, нет, даже четыре, да, по-моему, четыре попалось. Итак, посмотрим, может быть, еще попадется. Так, здесь у нас машинка. О, здесь у нас космическая серия, как будто бы. Да, космическая серия, по-моему, с вкладышем специальным. Сейчас посмотрим, так ли это. Так, нет, вкладыш у нас не специальный. А, ну, просто, значит, самолет. Вообще, есть у нас специальная космическая серия. Снова в этом сезоне. Ну, вот видите, в розовый киндер и такой самолет добавили. С космонавтом внутри. Мне кажется, это все-таки с прошлого сезона. Нет, с нового сезона. Знаете, наверное, была похожая игрушка в прошлом сезоне в космической серии. Может быть, вкладыш действительно не космический, но относится к этой серии. Она вышла в Америке даже специально в отдельной коллекции. Вот такой вот у нас космический корабль с инопланетянином. Нет, с космонавтом, либо инопланетянином внутри. В общем, с бумажечкой в любом случае внутри. И там можно закрыть и куда-нибудь полететь в космос. Ну, похоже, у нас в прошлом сезоне уже тоже был. Так, продолжим. Следующий киндер открываем. Так, будет ли у нас еще коллекционная игрушка во второй палетке? Нет, пока что у нас сборка. Открываем и снова у нас принтер. Какого же? Нет, другого цвета. Но, по-моему, это уже как раз прошлогодний принтер, да, по-моему, цветовой раскраски такой был. И сейчас мы это увидим. Да, VDA. Нет, снова A, видите. Значит, наверное, снова все-таки чуть поменяли раскраску. Ну, игрушки, да, новый вкладыш добавили. Буква A, значит, все-таки в другом исполнении он сделал. Второй принтер есть. Надеюсь, их всего два все-таки в этой коллекции. Так, как и было в прошлом году, только что цвета немножко поменяли. Итак, в любом случае, решил киндер в этом сезоне повторить свой принтер, сканер. Так, ну, что ж. Посмотрим, что у нас в следующем киндере. Снова сборка. То, конечно, было классно, когда коллекционные одна за одной попадались. Так, вот здесь у нас. Что это у нас такое вообще? А, это у нас вот как раз коллекция с новыми динозаврами. Раскопки динозавров тоже у нас уже попадались эти сборки. В этом сезоне, не знаю, именно этот динозавр или нет. И где здесь такая же с водой? Надо вот полить водичкой на раскопки, да, на эту бумажку с раскопок. И тогда можно будет увидеть скелет. Да, вот она у нас немножко объединился, картинка, которая под бумажкой. Ну, конечно, если полить водичкой, то будет она совсем хорошо видна. Скелета, картинка, и вот в такой ложечке у нас поливается. Итак, видели мы уже эту сборку. Посмотрим следующий тиндер. Здесь у нас снова сборка. Так, коллекционных пока что не видно. Еще два у нас осталось тиндера в этой упаковке. Но зато что-то новенькое, да, что-то новенькое. А, это у нас волчок. Попадался у нас в самом начале, когда Дисней 100 собирали. Попадались у нас уже такие волчки. Но, мне кажется, не все, да. Рыбок, мне кажется, не было. Был конек морской. А вот рыбок я почему-то не помню. Волчок из рыбок, но сам по себе он такой приятно сделанный. И крутится хорошо. И какой-то, не так, красивые какие-то цвета у него. Так что, да, пускай. В каждом сезоне у нас есть волчки. Хуже, лучше. Мне кажется, этот неплохо получился у тиндера. Предпоследний во второй палетке тиндер открываем. Еще у нас будет, да, супер, коллекционная игрушка снова. Еще у нас будет одна палетка целая. И, наконец-то, четвертая коллекционная игрушка, наконец-то. Так, здорово. Как его зовут? Не помню. Со второй части Холодного сердца. Не очень мне понравился этот мультфильм. Как-то сильно перемудренно. Знаю, что третья часть тоже будет. Ну, конечно. Захотел Дисней все-таки еще денег собрать. И тут у нас ВУ-338. Тоже старая игрушка. Да, тоже не новая. Просто ее вот в эту коллекцию добавили. Тем не менее, это четвертая игрушка из коллекции. Так. Вот она. Вот она у нас. Такой вот, как его зовут, не знаю. Но так, что-то не зашел. Вот она, да. Есть. Неизвестно только в каких странах выходила эта коллекция. Раньше она выходила. У нас много было в Холодного сердца. Два. Была с Америки коллекция. Тоже у нас была распаковка. Была потом в Европе. В любом случае, так, пол коллекции мы сегодня уже собрали. Итак, последний киндер во второй палетке. И посмотрим, повезет ли нам увидеть еще одну коллекционную игрушку. Нет. Но последний у нас сборка. Так, посмотрим, какая у нас сборка. Так, тоже новенькая. Это тоже снова у нас леопард, на который можно клеить наклейки. И вот как раз вместе идет к нашему крокодилу. В одну коллекцию. Такое, неплохо, неплохо. Опять игрушек коллекций. Ну, мы уже, думаю, что все собрали. Как раз одного крокодила и не хватало. Такое вот у нас, да. На Тунц этого сезона в виде сборок, можно сказать. И, да, поскольку на Тунц вышел в этом году снова специальные коллекции трехмерные. Ну, там тоже было так же, как с Холодным Сердцем. Хотя в этом сезоне много такого, что киндер старые игрушки добавляют в новые коллекции. Много нам попалось коллекционных киндеров. Во второй палетке переходим к последней палетке. Третий. Двенадцать снова киндеров. Так, посмотрим. Первый справа взялся. Попробуем следующий слева взять. Посмотрите, действительно ли там коллекционные положили. Итак, снова у нас какая-то симпатичная девочка. Вот такая вторая, наверное, идет. Той, которая уже была у нас. Нет, другого типа. Смотрите, другого типа. Не с кольцом, волоса. Какая-то такая вот фея тоже у нас. Платье, что-то там несколько коллекций, видимо, феи все-таки выпустил киндер в этом сезоне. Здорово. И такой у нас еще не было. Видите, можно по-разному собрать. Можно как платье сделать ей этот, да, тряпичный элемент. А можно как крылья. Да, в следующем у нас, смотрите, несколько вариантов предлагает киндер сделать, собрать эту коллекционную игрушку. Неплохо она очень получилась. Тоже, смотрите, хорошо так нарисовано. И такая, да, симпатичная, симпатичная игрушка. Да, здорово, что, видите, два варианта еще предлагает нам киндер. Можно платье, можно сзади как крылья сделать этот бумажный, не бумажный, а тряпичный элемент. Ну что ж, неплохая игрушка. Давайте киндер слева откроем. Может, здесь будет коллекционная. Вот, действительно, киндер положил слева все коллекционные. Нет, здесь не сработал. План. Да. Не сработал. И сборка у нас попадается очередная. Так, что-то снова новенькое. Тут у нас попадается вот такой вот, кто это такой у нас, не знаю, медвежонок маленький. И это у нас механизм для того, чтобы бумагу, да, вот так вот мять. Мы видели, мы такое в рождественской коллекции была одна игрушка точно такого же типа. И здесь просто киндер перенес ее на новогоднюю. Нет, даже не такого же. Здесь у нас просто, видите, пластмасска с наклейкой, а в рождественской была рождественская фигурка. А, ну еще тут киндер, видите, у нас предлагает помять эти бумажки, которые прилагаются, собственно, к коллекционной игрушке. Пропустить их через вот этот механизм. Давайте попробуем. И потом можно ставить вот эти вот отверстия, как для расчески. Итак, посмотрим, как хорошо он работает. Работает ли он вообще. Так, пропускаем его. И да, помялась у нас бумажка. Смотрите, какая стала. Так, вот она. Да, вот она, бумажка наша. И теперь ее можно так вставить. Предлагает нам киндер, чтобы она вот так торчала. Ну, в общем, такая вот безделушка, мнущая бумажка. Почему бы нет? Рождественской коллекции тоже была такого типа игрушка. Видели мы, ну, чуть получше сделано, чем сборка. Итак, продолжаем. Следующий киндер. Открываем. И здесь снова у нас сборка. Так, 4 из 8 есть. Итак, что-то снова у нас новенькое. Такого у нас еще не было. Очень много сборок у нас во второй части сезона. Молодцы, киндер. Так, по крайней мере, да. Не стал старые игрушки класть. Здесь у нас две такие птички, в которой тоже снова у нас хвосты бумажными элементы являются. Ну, что сказать. По разнообразию киндер в этом году много всего сделал. Такие вот какие-то, не знаю, что это за птички у нас. И, видите, бумажные, бумажные. О, неправильно их держу, да. Неправильно их держу. Как старые были игрушки перевертыш. Вот такие вот, да. Голубки. И вот бумажки можно так перья в хвост. Ну, конечно, одноразовые все эти игрушки с бумажками. Ну, тут киндер явно сэкономил на этой сборке. Хотя, с другой стороны, что-то такое, да, попытался оригинальное сделать. Тем не менее, недорогое. Конечно, некоторые сборки киндер приходится, да, некоторые выходят дороже. Некоторые дешевле. И приходится как-то, да, как-то что-то идти на компромисс. Итак, коллекционная игрушечка, наконец-то. Ну, надеюсь, что наконец-то нам попадется что-то новенькое. Да, вот она, Эльза. Супер. Вторая, собственно, коллекционная игрушка попадается. Из двух, можно сказать, новых в этой коллекции. И эта Эльза, здорово. Пятая вообще, из восьми. Коллекционная игрушка у нас из этой серии. Вот она, Эльза. Мне кажется, она получилась классно. Судя, по крайней мере, по диораме, которая у нас была уже в обзоре. По-моему, она получилась очень хорошо. Не так, как она. Хотя, вот, вблизи, может быть, не совсем похоже, да, на себя. Но, тем не менее. Тем не менее. Так, как у нас здесь правильно многое вставить? Хотя, наверное, вблизи не похоже, да. Не похоже на... Не так хорошо похоже, действительно, на Эльзу. Ну, в целом, неплохо получилось. Мне кажется, намного лучше Анны. Вообще, Анна такая симпатичная, да, по мультику. И по второй части тоже, и по первой. И здесь она как-то достаточно простенько получилась, на мой взгляд. Но, тем не менее. Вот они, две коллекционные фигурки основные. Которых, собственно... Которых, собственно... Да. Из-за которых и выпустил коллекцию. Специально кинул. Поскольку все остальные игрушки действительно повторки. Что-то еще сборки у нас. Да. Может, что ли, три даже сборки. Вот кольцо. Еще два других кольца у нас. Это коллекционная серия. Поэтому, по сути, мы... Да. Еще одной только фигурки не хватает. Так. Вот, все остальные сборки. Но посмотрим. Может быть, еще попадется. Здорово, что пять из восьми, по крайней мере, сегодня у нас уже есть. Но еще не все киндеры открыты. Так. Может быть, повезет. Вот. И так. Так, какой-то карандаш. Вот так вот. Дерево, карандаш. Так. Карандаши у нас еще не было в этом сезоне. Не попадались. Да. ВТ-019. И тоже очень хорошо сделан. Да. Некоторые сборки прям классными получились. Смотрите, какая красота. Лягушонок, который карандаш. Еще и на дереве сидит. Ну и вообще. Очень-очень симпатичный этот получился. Так. Давайте его соберем. Хорошо он прорисован. Смотрите, какой. О. Никаких наклеек, никаких бумажек. И там такой достаточно все равно интересный у нас лягушонок. И вот как он сделан. Вот такой вот классный лягушонок. Карандаш из нового сезона нам попадается. Супер. Супер-супер. Сборка прям на порядок. Лучше, чем то, что было в предыдущие годы. С этим ничего не скажешь. Следующий киндер открываем. Снова сборка. И так. Здесь у нас снова что-то новенькое. Так. Подводная лодка. Увеличительное стекло. Вот так. Смотрим на вкладыш. Да, вот такая подводная лодка. ВД. Нет, это у нас старая. Точно. Потому что была уже в прошлом сезоне такая лодка. С другими фотографиями. Видите, у нас А написано. То есть цвета немножко поменяли бумажку. Но по сути, да. Вкладыш новый. Но игрушка со старого сезона. Вторая у нас подводная лодка. Она же фотография. Так как-нибудь можно сюда положить. Но в принципе симпатичная игрушка. Можно еще таким блестящим наклеить. У нее заклеить. Да, прошла сезон игрушка. Но в новом цвете. Итак, следующее у нас на очереди. Осталось всего 6 Киндер сюрпризов. И коллекционная игрушка. Супер. Посмотрим. Так, ну здесь уже буду рад и колечку коллекционным. В новом. Да, вот она. Еще одна. Уже шестая. Смотрите, из восьми. Тоже она считается у нас коллекционной. Ну, да. Видите сами, что это за коллекционная такая игрушка. Печально, печально, что Киндер не смог целую коллекцию собрать. И по сути две новых игрушки только выпустил остальные разные безделушки. Итак, здесь у нас просто колечко. Да, можно бумажечки хранить внутри. С Анной. Так, QR-код. Но, тем не менее, считается коллекционной игрушкой. Да, в общем, такая вот безделушка. Да. Не знаю, как ее можно отнести до коллекционной игрушки. Но, тем не менее. Тем не менее, шестая коллекционная игрушка у нас из восьми попадается. Да. Надеюсь, больше не попадется. Таких повторок не хотелось бы, чтобы попадалось. Так. Пять еще Киндеров у нас сегодня осталось. И посмотрим, есть ли шанс у нас собрать всю коллекцию. Вот двух не хватает. Одной фигурки. Снова какой-то переизданной. Так, не помню какой. И одной. Да. Одного. Еще одного колечка. Итак. Здесь у нас игрушка, которая уже нам частенько попадалась. Такой мишка, который лежит. У нас загорает. Очень классная, но она уже, наверное, уже несколько раз попадалась. Вот он QR-код. И давайте ее соберем. А с мишкой, если потереть ему живот, то он у нас цвет меняет. Так. Ну, очень часто уже он нам попадался. Идем дальше. Следующий открываем. Ох, что-то плохо открывается. Может, коррекционная. Хотя, вряд ли. Нет, не коррекционная. Так, тем не менее, посмотрим. Вот, двух. Всего двух не хватает. Кристофера нет в этой коллекции. К сожалению, да, не знаю. Почему-то его не положили. Так. Так, тут у нас, к сожалению, повтор попадается. Был у нас уже такой монстрик. Так, идем дальше. Последних три киндер-сюрприза у нас осталось. Так, надеюсь, что все-таки хоть еще одна коллекционная игрушка нам не попадется. Да, вот она. И так, и надеюсь, что все-таки одна из них, ни двух не достаюсь. Ну, это совсем прям, у меня такие желания. Так, собрать всю коллекцию сегодня. И да, нет, нет. К сожалению, да, снова у нас повторка. Повторка только что была. Да, но тем не менее, тем не менее, коллекционная игрушка. Вот двух не хватает. Да, будем их искать. Сейчас обязательно когда-нибудь найдем. Хотя, может, не особо хочется, ну так, для галочки собрать всю коллекцию только что. Вот, поскольку вот Анна и Эльзу уже попались в главные фигурки, остальные, в принципе, не так важны. Итак, сборку у нас здесь. Открываем. Ух ты, принцесса какая-то, да, принцесса. Так, не было, да, с такими волосами и с цветочком, да, как будто бы. Это третья у нас. Да, третья принцесса с цветочками. Такой у нас еще не было. То есть, видите, точно не две коллекционных игрушки. Видите, некоторых пять, как мы выяснили, некоторых... Или цветок. Да, это цветок, да, это цветок. Только другой. А, смотрите, другого типа цветок. Да, это цветок, которым у нас... Видите, это платье всегда закрывает ее, принцесса. Вау, класс. Тут у нас такого типа еще у нас не было игрушки. Так, как оно здесь у нас собирается. Смотрите, тоже, кстати, не так просто. У нас еще есть бантик-бабочка. А вначале у нас бантик-бабочка куда-то вставляется внутрь, что ли. Да, внутрь, вау. Надо как-то ее туда... Нет, а, нет, она снаружи вот туда, снаружи. Потом, собственно, наша сама фигурка. Ну, не такая простая здесь у нас конструкция. Смотрите, очень хорошо нарисована. Нарисована как будто бы лучше, чем коллекционные две игрушки. Анна с Эльзой. Да, ну, что поделаешь. Так, далее у нас цветочек. Тоже похож на тот, который у нас механизм. Да, если не такой же. Да, не такой же, но очень похожий на тот, который у нас уже был. Цветочек. Так, похоже у нас только определенным... Да, определенным образом ведь оставляется. Есть такой пазик у нас специальный, да, чтобы он мог точно закрываться. А потом платье. Да, тряпично. Ну, тряпичные элементы неплохие. Да. Лучше, чем бумажки эти все бесконечные. Так, по крайней мере, они не рвутся так. Да, и вот такая вот у нас принцесса, которую можно закрыть. Вот как раньше были в сборке, когда тоже были такие цветочки пластмассовые. Закрываешься, и вот такая она спряталась. Ну что, здорово, что тут новенько попадается. Вообще, у нас, смотрите, много сегодня разных принцессы. Очень классно сделаны. И прям вторая часть сезона намного лучше сборка положили, чем первая, которая была Disney 100. Таких у нас фигурок там не попадалось. Последний киндер на сегодня, к сожалению. Так, и сборка. Ну, это значит, что мы продолжим собирать коллекцию по лодицам 2. И еще посмотрим, какие сборки у нас здесь будут. Да, может соберем и сборки. Так, еще несколько коллекций. Итак, здесь у нас попадается, только попадается. А, динозавр, да, снова динозавр, которая повторка. Очень классные динозавры, да, оба нам попали сегодня. Ну что ж, друзья, что мы имеем? В итоге у нас 6 коллекционных игрушек, да, тем не менее, 2 таких безделушки и 4 фигурки. Анна, Эльза, очень много классных сборок. И в этом году действительно классные-классные сборки у киндер-сюрприза. Молодцы. Да, вот они, Анна и Эльза, 2 новые фигурки. Продолжим собирать коллекцию. Также будем скоро собирать коллекцию, да, вторую, основную, да, в Белых Киндерах, второй части сезона 23.24. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Пока-пока.